Вот такое вот доброе утро. Опять ппшные оладушки из банана. Приятного аппетита! Ну что ты ушел оттуда? Сидел так красиво на солнышке? Тигра, тигра, тигра! Еще одна тигра. Весь дом в тиграх. Сделала себе с утра супер масочку. Такую глиняную, освежающую. Вообще суперская маска. Единственное, что, наверное, ее нельзя нигде купить, потому что это маска из Trader Joe, наш продуктовый магазин, и это их как бы фирменные маски. Вот три маски, они все три разные. Одна с ананасом и папайей, другая с розами, и вот одна гелевая, другая белая, такая глиняная немножко, а вот эта просто очень-очень легенькая, прозрачная. Мне безумно нравится эффект, который они делают. Суперские маски. И с утра прекрасно освежают. И всем доброе утро, кстати. Скажите, ваши котики так же сильно любят коробки, как этот? Он такой большой, он еле сюда вместился. Здесь еще коробка в коробке, и эта маленькая совсем. Вот такую шарделечку тут свернулся. Кайфует! Жизнь удалась, когда есть коробка. Вы не поверите, я в своей машине. Мы... У Леши машина заглохла. Мы собрались поискать еще какое-нибудь пустое место, какой-нибудь парк, где можно будет подышать свежим воздухом, насладиться солнышкой, посидеть на травке. Ну, в общем, вы поняли. Два дня мы опять не были на улице. Ну, именно на улице улицы. На заднем дворе были, конечно. И то недолго. В общем, сейчас хотели выехать, и решили поехать на моей машине, потому что ее нужно, во-первых, заправить, потому что горит бензин уже. Уже две недели горит тут бензин. И чтобы я могла потом, если что, пользоваться своей машиной, сама спокойно куда-то ездить, например, съездить к маме, потому что я не могу, потому что я боюсь заправляться. Так как я делала это всего лишь один раз при Леше, поэтому мне нужно тренироваться. Так вот, нам надо было переставить машину, чтобы не потерять место. И у Леши машинка заглохла. Все, мне пора ехать. Привет, пассажир. Привет. Всем привет. Ты не спросишь, почему я так долго стояла? Почему я долго стояла? Завестись забыла. Жала на газ, и она не ехала. Я же думаю, что ты стоишь. А мне тут показывает брейк, ну там на экране брейк, брейк. Я уже нажала и ту педальку, и тут все потыкала. А она не едет, оказывается, и просто не завелась. Забавно. Просто такая... Вот она уже и... А у тебя сейчас полно бензина там, ты что? Конечно полно! Реально. Мы с такой же проехали на этом. Да, на этой лампочке. Поехали. Поехали. Куда ехать? Давай на справку. Ну где? В какую сторону? Это да. 4.44. Сейчас там точно зайдем. В туалет не ездила, забыла про это. Уху-ху! Повезли! Здорово! Потряси стекло хоть. Ага. Так все можно. Нормально, нормально. Потержи. Изводите, это на удовольствие. Машиня-то? Ну на самом деле, я один раз ехала куда-то без машин, к маме я ехала. И было бы приятнее ехать за кем-то, чем когда я одна из нас, и я не понимала, правильно ли я еду, что учу за апокалипсис, никого нету, было так страшно. А еще хотела сказать, что со вчерашнего дня нельзя вообще ходить без масок. Ну, все без масок, я смотрю, кто есть. Не-не, на самом деле, я поузнавал, что это волонтари все-таки. Это не обязательно. Ну, короче, рекомендуется ходить только в масках, либо делать тканевые с альем, там какую-нибудь бандану намотать, шарфик, ну, в общем, прикрывать свое лицо и рот. Прям сильно рекомендовали, везде была сняла, там помещения приходили мне, на почту пришли помещения, что нужно быть в машине. Ну, я заметила, что никого нету не было. Дехали 333 мили на одной заправке. 333 мили. Сколько километрах, я не знаю. Больше 500? Прикольно. За 30 долларов всего лишь. За 30 долларов. По-моему, Анюта боится заправляться больше, чем водить, если честно. Говорит, что заправляться ты больше боишься, чем водить, мне кажется. В смысле, если это второй раз, то не надо было. Я забыл открыть. Ничего, смешно просто делаешься. Да, да все правильно. Да, так и бери. Выбери бензин. Ну, ты это хочу. Да, жми, конечно. И подними там штучку внизу. Ну, подними. Не, когда поднимешь. Да не держится. Успех. Мы заправляемся. Бай-бай денежки. Бай-бай. Герой. Ты герой. Я бы одна не справилась. Мне кажется, я бы залила все заправку. Там сенсор стоит. И уехала бы с этим шлангом. Это возможно. В этот раз заправились на 27 долларов 50 центов. Причем, в этот раз бензина была меньше, чем прошлой. Поэтому... 9 долларов. Да, полный бак. Самый дешевый стоит 2,99. Ну, это здесь, да. Вообще еще дешевле есть. Изолита. Да. Посмотрите на этот обычный музей. Люди на каникулы. Так же, как мы. Полный парк. И то парк закрыт, да? Не, это гольф-клуб. А здесь парк. Да, это парк. Он полный. Ну, да. Сейчас, ну, стремно уж. Там белка. Белка. Где белка? Тише на хвост такой. А потом США на первом месте по количеству заболевших. Кстати, Калифорния нормально идет, между прочим. Нормально идет. В хорошем темпе, да. В хорошем листе. Не, ну, мы, конечно, стараемся, но... Видите, тоже гуляем. У тебя призывало оставаться дома, не ходить в общественные места. Азамин. Ну, мы обходим всех-всех-всех. Очень далеко. Да, и нас все обходят. Да. Еще как обходят. Причем иногда перебегая на другую сторону улицы. Один человек из нашей семьи сдал тест. Он у него отрицательный. Значит, у нас у всех тоже отрицательный. Потому что если был положительный, то мы бы, скорее всего, тоже все заболели. А так у нас все нормально. Мы точно никого не заражаем. Я думаю, что можем заразиться, но это навряд ли, потому что мы принимаем все меры предосторожности. Еще до болезни мы всегда спиртовали руки. У нас всегда была куча санитайзеров вот этих. Из Buff and Body Works мы покупали. И обычный вот этот алкоголь, который 40%. Мы всегда вот во всех общественных местах, ресторанах и дома. Там после котов уроки спиртуют. То есть раньше мы так же мыли, постоянно приходишь, сразу моешь. Всегда переодеваясь. Белочки бегают. И дедушки бегают. Да. Молодец. Столько лет в наушничках. Столько энергии. Так прикольно. Столько лет, а и в наушничках. Столько энергии не то, что у нас. Так вот, еще хотела сказать, мы всегда переодевались из уличной одежды дома. Иногда мы могли кофту там оставить, ну если мы там в ней нигде не ходили. Ну если мы там на машине куда-то, потому что штаны всегда переодевали. Вот. Что мы еще всегда переодевались? Никогда я не ставила продуктовые пакеты с магазина на стол. Ну это я перечисляю с того, что сейчас рекомендую делать. Типа там, пришли, надо продезинфицировать все пакеты, не ставить их на стол. Дезинфицировать все продукты, когда вы их принесли. Я всегда мыла бананы, ну потому что, блин, на магазине лежал. Кожуру эту берешь, ты его чистишь там, и потом этими же руками продолжаешь что-то еще есть. Короче, все эти меры предосторожности мы не делали до этого. Да. Не знаю, к чему я это говорю, просто рассказываю. У нее же рука болит. Какая? Хочется ее взять в рот. Ой, видимо они привыкшие, да. Вот такие кусочки бананов. Попробуй. Стой. Иди. Ой. Кс-кс. Вот, я тебя тут бросила, ты не бросила. Идешь? Да. Беряй. Вот там бросила. Понимаешь, заберяй, мы отойдем. Хорошенько. Смотришь, как у нас есть только бананы. Да вон там они тебе положили. Давай, еще, еще, еще. Молодец. Молодец. Кушает банан. Прикольно. Я не знаю, можно ли белкам банан? Да, можно, конечно, можно. Фрукты разные кушают же у нас. Прикольно. Такая хорошенькая. Да. Так она прям уже попрошайничает. Да. Привыкшу, да? Все? Попробуй дай с руки. Аккуратненько. Аккуратненько. Да, ты больней. Да. Побросила. Ну, теперь я тебя положила. Солнце-то хвост смешно смотрится. Да. Все, сели на полянки. Единственное, что ветер холодный. Здесь такие красивые красные деревья. А еще вся эта трава, это не трава, это ромашки, которые, наверное, скоро распустятся. Вся полянка такая в ромашечках. Деревья красивые красные, калибры летают. Людей, смотрите, вот так никого. Там далеко. Там тоже достаточно далеко. И все. Так что мы по сути... Да. Посидим немножко, с солнышком подышим. Следим бананы. Шикарно, да? Еще бы не дул ветер холодный. Смотрите, прям по газону едет полицейская машина. Я не знаю, что они делают, но тут нет дороги. Прям по газону едет. Мне кажется, он смотрит, держим ли мы дистанцию и небольшими ли мы компаниями. Мне так кажется. Или то, что мы здесь все, в принципе, находимся. Да. Но люди все далеко друг от друга. Мне кажется, они патрулируют, чтобы дистанция была. Ну, конечно, да, может, по группе собирают. Потому что так-то можно пойти, конечно, в мяч поиграть, команда, еще что-нибудь. Я думаю, что они за этим следят. Но я, если честно, испугалась, я подумала, они к нам едут. Потому что он прямо оттуда ехал, и вот так раз-раз в нашу сторону, потом нет, там проехал. Вчера мы до трех часов утра смотрели фильм, называется «Лучшее предложение» 2013 года. Потому что я видела, что там есть «Лучшее предложение» еще какого-то года, по-моему, 2013. Но важно именно 2013, тот, что мы смотрели фильм. Очень клевый. Всем рекомендую посмотреть, тем, кто не смотрел. Считаю, что не для тех, кому там 13 лет. 13, я думаю, что после 15-16. А лучше, когда постарше, чтобы понять, как бы проникнуться глубже истории. Фильм не комедия совсем. Это драма и триллер с невероятным окончанием, с которого вы вообще не ожидаете. Поэтому, если вы не знаете, что посмотреть, фильм идет 2 часа 10 минут, по-моему. Очень-очень интересный, необычный, странный. Оставляет странное впечатление в конце. Если вы такое любите, то я вам советую посмотреть. Совсем не комедия. То есть, если вы хотите посмеяться, расслабиться, то нет. Вот, а если хотите что-то более серьезное посмотреть, то советую вам. Тебе понравилось? Очень классно. Очень классно. Что? Мы давно не могли найти что-то такое интересное, не глупое, с необычным сюжетом. Вот это именно оно. Лучшее предложение 2013 года. И актеры хорошие. И актеры, да, хорошие. И музыкальное сопровождение интересное. Вообще задумка интересная. То, как там все сделано, круто. Задумка вообще класс. И ты сидишь потом, когда фильм выключаешь, ты такой сидишь и обдумываешь, а, это было вот это, а, это было для того-то. И ты такой, а, что вообще? В общем, интересно, рекомендую посмотреть. Если кто-то смотрел, напишите в комментариях, смотрели вы этот фильм или нет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. А у нас тут вот такой вот вечер-вечерочек. Посмотрели мы фильм, который называется «Меняющая реальность». Фильм 2011 года. А, кстати, насчет годы. Знаете, я заметила такую тенденцию, что все фильмы примерно до 2013-2011 года реально нормальные, потому что все, что после, мне не нравятся вообще. Вот те, что до вот этих годов, до 2013-го, пусть будет максимум, вообще крутые. Но то, что после, я не могу их смотреть никак. Мне они не очень нравятся. В общем, да, фильм называется «Меняющая реальность». Если вам интересно, там тоже такая любовная история красивая. И вообще сюжет тоже интересный, задумка обалденная. Ну и всем хорошего настроения, отличного вам дня или вечера. Всем пока-пока.